Привет! Вы на канале Quitten Channel. Недавно я приобрела кольцевое освещение для съемки видео с Алиэкспресс. И в данном ролике расскажу вам о нем. Достоинства, недостатки и много моментов, которых я не нашла в обзорах других блогеров. Всю детальную информацию о лампе вы найдете по ссылке в описании. Моими требованиями к свету были. Достаточно большой внутренний диаметр кольца, для того, чтобы туда помещалась моя камера. Видео я снимаю на зеркальную камеру Canon S600D. Важный момент. Окошко в этой камере откидывается вправо. Далее поймете, почему я это выделила. Мощность лампы. Высокий штатив. Крепеж для камеры. Ограниченный бюджет. А теперь обо всем по порядку. После долгих поисков, я наткнулась на обзор блогера, которого я смотрела некоторое время назад. Перешла по ссылочке и изучила характеристики данной лампы. Диаметр кольца. Диаметр кольца данной модели 18 дюймов. Если переводить на наши единицы измерения. Внешний диаметр 48 см. Внутренний диаметр 38 см. Это довольно громоздкая конструкция. Но, так как окошко в моей камере откидывается вправо, то такой диаметр идеально мне подошел. Если бы я взяла лампу меньшего размера, то окошком пользоваться я бы уже не смогла. Существует разный диаметр колец. Подбирайте размер, учитывая габариты своей камеры или телефона. Мощность лампы. Общая мощность лампы 55 Вт. На корпусе кольца есть регулятор мощности. В комплекте идут накладки холодного и теплого света. Общее количество светодиодов 240 штук. Из недостатков скажу о самих накладках. Они не плотно держатся на кольце. Есть небольшой зазор между ними. Но на работу лампы это никак не влияет. И обязательно на странице продавца при покупке этой лампы укажите тип штекера на стандартную розетку. Высокий штатив. Высота штатива в данной модели 183 см. Минимальная высота 49 см. Штатив выполнен из алюминия. Вентиля пластиковые. Ножки штатива принимают два положения. Но даже в фиксированном состоянии они разъезжаются. У меня пол застелен ковром. И это не так критично. Но на гладкой поверхности может приносить дискомфорт и разъезжение. Небольшая заминка возникла у меня при насаживании кольца на сам штатив. Так как место наклона кольца плохо разгибалось и пришлось прикладывать много усилий. Плюс данного штатива в том, что кроме света на него можно закрепить телефон или камеру. Что экономит место, если бы вы использовали отдельную стойку для света или камеры. Внимательно читайте комплектацию на сайте. Поскольку существуют наборы, в которых штатив не входит в комплект. В данной модели у данного продавца штатив входил в комплект. Крепежи для камеры. В комплекте шли переходник для камеры и держатель для телефона. Адаптер достаточно прочный. Но переходник не внушает доверия. Я хотела заказать дополнительно, но нигде не нашла размеров. Из чего сделан адаптер непонятно. Похоже на металл, но по легкости это пластик. Крепеж для телефона самый простой. Его можно крепить на другой штатив и отдельно использовать телефон для съемки. Дополнительные адаптеры в изобилии есть на Алиэкспресс и цены в них очень низкие. Ограниченный бюджет. Я искала лампу не дороже 2000 гривен. Когда перешла по ссылке на эту модель, с доставкой из Китая она стоила 3100 гривен. Но на странице продавца была доставка из Украины. По ней свет стоил 2400 гривен. Видимо товар был на складе Украины. Я заказала эту доставку и лампа пришла мне всего лишь за 4 дня. Я поняла, что в общем на цену лампы влияет диаметр кольца, мощность лампы и наличие штатива. Приятным дополнением была прочная фирменная коробка и тканевый чехол. А теперь давайте протестируем лампу. Я очень рекомендую данную модель для использования в домашних условиях для фото и видео. Если у вас остались вопросы, жду их в комментариях. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok